Если человек не может найти работу, я уверен, что люди ищут работу, когда они оказываются в безработном состоянии, когда они ищут, ищут, ищут человек, и он не может найти работу для себя. Как вы думаете, это что? То есть Бог хочет ему что-то сказать таким образом или же использовать эту ситуацию, использовать это время для того, чтобы человек обратил на что-то внимание. Что бы вы сказали человеку, который обратился бы к вам? И я уверен, такие люди есть, кто смотрит нас сейчас. И сказали бы, я потерял работу, или я ушел с прошлой работы, и я давно ищу новое место для работы, и все никак не могу, не могу, не могу. Может быть, Бог что-то хочет мне сказать? Ну да, это хороший вопрос. Обычно, мне кажется, что христиане, многие ищут в любых обстоятельствах некий месседж от Бога, некое послание, что Бог хочет мне что-то сказать. Как у нас был однажды брат, у которого обанкротилась фирма, в которой он работал, и он считал, что это Бог его поразил за какие-то греховные мысли. И мы когда с ним разговаривали, я ему сказал, то есть ты хочешь сказать, я говорю, сколько у вас человека работало еще в вашей фирме? Он говорит, 30, ну или 30, или 20, я сейчас не помню. И они все потеряли работу. Я говорю, то есть Бог из-за того, что ты что-то подумал, уволил еще 20 или 30 человек. То есть как бы тоже они попали под раздачу. И он так задумался, ну да, наверное, в этом нет такого смысла большого. Я так скажу за себя, да, что я был и безработный, но также, вот даже когда у меня не было той работы, о которой я бы мечтал, я брался за любую работу, если честно. И по большому счету я и был безработный, но я никогда без работы не сидел. Поэтому это не всегда послание от Бога, а иногда это послание о том, что тебе надо поднять свою пятую точку и хоть что-то начать делать. И как вы думаете? Да, я думаю, что все начинается с внутреннего выбора. Вот это состояние нет работы, это может быть говорит о том, что человек ничего внутри не выбрал, он не выбрал, он не принял это решение, что я хочу работать. Может быть, это просто такое состояние, когда ты в неком таком сомнении вообще, что тебе делать и куда идти. И тут я бы сказала, что просто нужно действительно определиться, от чего ты хочешь, а как, вот куда тебя сердце ведёт, помолись, поговори с Богом, чтобы Он тебя направил. потому что, может быть, конечно, Бог что-то здесь может говорить. Если, например, ты идёшь в каком-то конкретном направлении, и ты идёшь, 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 но там у тебя не получается, не получается, не получается, ты молишься, и опять в этом направлении ничего не происходит. Ну ничего. Может быть, Господь тебе хочет сказать, что поменяй направление, может, стоит подумать о других вариантах. А может, ничего не значит, и просто нужно идти работать. Вот абсолютно согласна. Ну это абсолютно точно, друзья, что когда происходит какое-то потрясение в вашей жизни, а безработица — это определённый вид потрясения и стресса, то, конечно же, очень часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, что в такой момент человек более восприимчив к чему-то новому. Возможно, его уши были закрыты, когда всё было комфортно и уютно в жизни, и тут вдруг раз что-то случилось, и вот когда происходит эта ситуация, раз что-то произошло, когда обстановка привычная поменялась, бывает такое очень часто, что человек вдруг начинает более внимательно слышать что-то, более аккуратно и правильно смотреть на внешний мир, и в такие моменты действительно вы можете вдруг увидеть, что Господь желает обратить ваше внимание на какие-то ситуации в вашей жизни, на какую-то проблему или на то, на что вы, может быть, не обращали свой взор до того, как у вас случилось вот это какое-то потрясение. Потому что действительно, когда уютно жизнь катится, слава Богу, или не знаю, можно так сказать, слава Богу, что у нас обстановка такая, я вот сколько помню, последние 20-30-40 лет, обстановка такая, что редкие сезоны уютной жизни у нас происходят. Обычно у нас всё так… Не даёт нам уснуть, как бы вот, да, не даёт нам быть вот в таком тёплом и уютненьком месте. Обычно какие-то потрясения у нас происходят. Вы знаете, мне нравится в этом плане такая метафора о том, что когда ты достиг дна, то единственное место, куда тебя стоит смотреть, только наверх. Поэтому мы… Вот очень хорошая метафора. Ну, некоторые умудряются дно пробить, это другая же тема, да. Но в целом человек попал в больницу, например, да, и почему многие говорят, что вот меня там Бог, меня поразил болезнью, и в больнице он стал со мной разговаривать. Возможно, просто в больнице это было единственное место, где ты перестал смотреть телевизор, заниматься ерундой, и ты наконец-то подумал о чём-то высоком, да, и также безработица может стать катализатором. То, что Бог обращает во благо, но это не значит, что Бог её посылает нам. А вы согласитесь со мной, что выглядит так, что в современной жизни, девиз в современной жизни «быстрее, быстрее, быстрее, скорее, скорее». И очень часто человек, как белка в колесе крутится, и у него нету даже возможности сделать какую-то остановку на пути. Хотя мы знаем с вами библейские места Писания, где Господь говорит «остановитесь и познайте, что я Бог». И бывает, что человек в гонке в этой, и ему нужно каким-то образом вывалиться из этой гонки, чтобы он вдруг начал слышать что-то. Поэтому, если это у вас такая ситуация, друзья, вы тоже прислушивайтесь, потому что это библейский принцип. Остановитесь. То есть сделайте остановку на пути и познайте, что Бог есть Бог. Может быть, в своей жизни, в которой было много суеты, может быть, не было возможности такой, но когда вы делаете остановку, вы наверняка можете лучше услышать.